И так, продолжаем шеду раунд. Так, прошлый год. Я в итоге проговорил, как я посмотрел, только бой. Без комментов. Ну, довольно-таки большое количество времени, но... Диалогов я не... Обидно только то, что вы не слышали комментариев по этому поводу и так далее. Ладно, игра 16 на 9. Shadowrun. Продолжить. Воспоминания о взрыве, разрушившемся. Объект критератских ножниц сопровождает вас. На обратном пути в Критс Базар вам едва удалось покинуть место до взрыва. Теперь здание лежит по тысячами килограммов изогнутой арматуры и укрепленного бетона. Это без сомнения. Спасибо, контроллер веб-камеры. Я не успел дочитать. Извините. У меня из-за смены сцены вылетел контроллер веб-камеры. Надо найти эту сволочь. Галочку. Чтобы он не вылетал при каждом применении веб-камеры. Давайте с Ками поговорим. Привет, дружище. Я по тебе скучала. Нет ли для меня новых историй? Мне вот любопытно. Говорят ли вокруг о чем-то таком, что стоит послушать? Ну, это конфиденциальная информация, Чами. Если побродишь немного по округе, то довольно быстро это поймешь. А пока ты можешь для начала оставить мне небольшой задаток. Я лично пообщаюсь с местными сторожилами. У них всегда есть парочка отличных историй. Так. А я вот не сторожил. Это что же, моя история не отличная? Ками заливается веселым и звонким хихиканьем. Куда более естественным для ее возраста. Чем то, как она разговаривает. Позерничая и манерничая. Но ты же понимаешь, что я имел ввиду. Люди вокруг только всего видели, делали. Столько обжигались и где только не были. И они не прочь об этом поболтать. Не сомневаюсь, они живут лишь для того, чтобы тебе их поведать. А то. Вот, например, Шротти, он весь аж светится, когда я прихожу. Ему всегда есть, что сказать. Правда, он частенько талдычит одно и то же. Снова и снова. Ему просто нужно рассказать, быть с людям о том, на чем он работает. Он похож на человека, который мог бы стать отшельником. Но по мне, таким и необходимым общение. Это ж очевидно. Может, это помогает ему работать. Не знаю. Так же и с Алдугом. Попробуй-ка заставить его не говорить о своем кофе хотя бы минуту. Вот он, человек с изюминкой, а? Это работает на него. Ведь в базаре у него должна быть какая-нибудь профессия, понимаешь? У него нет способностей к торговле. И он не гиблиной, так что к Бекенбауеру присоединиться не может. Если бы он открыл обычный магазин, то его бы кто-нибудь выгнал, полагая, что он отбирает в них работу. Ведь он не немец. Кофейня прекрасный, очевидный вариант. Он остается заметным человеком, делает то, что он от него ожидает. И при этом собирает информацию и все такое. Извини за эту ерунду. Не самая полезная информация. Да ты наверняка и без меня обо всем этом догадываешься. Но тебе это было интересно. А тебе не... А тебе не разговорить. Я уже слишком много тебе рассказал. Еще увидимся, лады? Приближается максимальный уровень. Эзотерический магазин. Подходи к прилавку. Вы заставите абсцент за перечитывание пачки древних бумажных денег, Кась. Она не спешит поднять взгляд. И зверит рада вас видеть, как всегда. Что я могу для вас сделать? Все, что мне нужно было. Ничего нового. Лжерна. Лжерна. Базовая птичка. Нафиг не нужна. Так. Вообще, я жду, когда появятся... Новые эти... Штуки в магазине. То их сразу буквально дали. И фиг знает, будет ли какое-либо улучшение. Дальний бой плюс 5 АЗ. Ну, вообще, здесь круто быть специалистом по какому-либо оружию. Я думаю, здесь вообще... Очень много вариантов крутых можно сотворить. Зак. Что случилось? Почему у тебя бинты на руках? Зак выркает, коротко хохотнув. Он машет перед вами за своими забинтовыми руками. О, это? Ничего особенного, голубый. Ничего особенного. Столкнулся с духом еще в Амстердаме. Но знаешь, мы, эльфы, очень духовные существа. Да брось, на самом деле, в эльфах не больше магии, чем в любой другой расе. Я-то знаю. Ох, да ладно, не отрекайся от тебя. Отдайся своей внутренней силе. В тебе есть магия, как во мне. Прими это. Строго между нами. Моя магия сильнее, чем у любого наемного мага-корпорации. Взять хотя бы... Хоть этих подлых крыс и ублюдков... Ублюдков из Ацтехнологи. Они используют заклинания весь день и всю ночь напролет. Так. Вот я проверю, включил ли я микрофон. Не использую заклинания весь день и всю ночь напролет. Так. Огонь и молния. Они кидаются ими, как конфетами. Да. Ну а я просто занимаюсь своим делом. Я не бросаю заклинания, я убираю в себе энергию и храню. Представляешь, какая мощь во мне скрыта. Не думаю, что это так работает, Зак. Поверь мне, голубая. Я владею тайным знанием. Крутит головы стороны в сторону, давай вам хорошо рассмотреть свои вздертые вверх уши. Как я уже говорил, это у меня в крови. Ладно, ладно, Зак, я тебе верю. Теперь мы можем поговорить о деле. Ну, я бизнесмен, а ты, я полагаю, клиент. Кто я такой, чтобы сказать нет? Покеда. Давно, кстати, не был в этом. Привет, ты, звирт, как дела? Симиким прислонилась к стене, ее голова угрюмо опущена, выражение лица скрывает тень. Почувствовав ваше присутствие, она поднимает взгляд, открывая вашему взору неумело скрытый косметикой синяк под глазом. И все же она улыбается вам. Кто поставил тебе этот синяк? Не понимаю, о чем ты. Ты что-то хочешь? А ты знаешь, у меня дела. Зак сказал, что у него для меня новый сим. Про инопланетян и маленькую девочку, которую я должна спасти. Она ждет меня, я не могу позволить ей умереть. Вокруг их что-нибудь происходит? Тут всегда что-нибудь происходит. Это же изменчивое государство, так ведь? Оно даривает и оно даже забирает. Иногда оно забирает больше, чем дарит. О, кое-что из того, что оно забирает, уходит навсегда. Пропавшие друзья. Умершая семья. Люди вроде Моники. Я не слишком люблю изменчивое государство. В семье твоя жизнь счастье. День за днем. Ты можешь пропустить моменты, которые тебе не по душе. Или вновь пережить счастливые мгновения столько раз, сколько захочешь. Мне не приходит в голову ни одного момента реальной жизни, который хотелось бы пережить снова. А моментов, которые я хотел бы пропустить, множество. Как-то оказалось в крыть базаре. Не знаю. Я жила на улицах с детства, у меня не было ни семьи, ни дома. Связалась с парочкой плохих людей. И день не удался. В итоге задолжала им денег. Слишком много денег. Меня избили. Довольно сильно. Мне нужен был доктор, но денег на него не было. Потом я нашла дока из кибели. Или он нашел меня. Я не могу вспомнить. Он сказал, что может мне помочь. Одолжел мне денег. Но сказал, что мне придется возвращаться за лекарством каждый месяц, пока не придет время отдать долг. Я так и делал. Я принимал лекарства, как он и сказал. И я не очень хочу больше это обсуждать. Ладно. Береги себя. Но мне все равно придется поберечься. Стоп. Ну я же добыл данные для этих шоквиленрайтеров. Что здесь не так? Сейчас не хочу болтать. Так, Барри ждет большая болтовня. Извините. Надо было микрофон вырубить. Кто-нибудь здесь есть? И всем неинтересно слушать, как я зачитываю диалоги. Раз за разом. Фо, где ты вообще пропалился на этой местии? Неинтересно просто. Да, я тут увидел дашборд. Спасибо СОПу за хост. Видимо, висит еще со дня. Фух, а то уже тут 30 минут нету никаких сообщений. Уж пугает, что никого нет. Ну если вообще-то, если меня ставят как задним планом, значит, ну... Перед большим троллем, который спрашивал твой ИД? Ммм, ну... Всего лишь на этап ниже. Ну, как там пробиваться через все это, это я не знаю. Так. Давайте к себе. Зайдем. О, видимо, что-то очень важное. Да что такое? Так. Дайте мне пару секунд. Так. Ну, как там Male. Да. Да. Так. Да. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Надеюсь вода не была слишком холодной... Так... Продолжим... Данте... Берем его с собой... Поламзель... При вашем приближении команда умолкает... Там за переключать внимание на вас... Выглядит взволнованным... Изверт у меня новая информация... Боюсь новости неутешительные... Как вы и сказали по камблингу... Продолжайте мы слушаем... Два года назад по дороге в одной из хранилищ Дрездена... Пропал... Груз крайне летального радиоактивного биооружия... Имевшего маркировку Х-15... Я проанализировал путь по которому следовал пропавший груз... Его доставили в поместье Харфолд... Это... Ужасно? Так и есть... Мне довелось раньше слышать об этом оружие... Во времена моей службы его называли Рок... Сама я не сталкивалась с его действием в пылевых условиях... Но наслушалась достаточно ужасных историй... Чтобы понять как мне повезло... Слышанная тобой история правда... Этот... Рок крайне опасная субстанция... Оказывает на открытый документ на экране компьютера... Я прочел это... В биотехнологических кругах история с Роком... И по сей день остается крайне поучительной... Это вещество стало одной из причин... Почему технология моноклонирования антител... В настоящее время строго регулируется... Что конкретно делает это вещество? Рок убивает... Разрушая мышечную ткань и реципиента... Путем радиоактивного распада... Каждое антитело Рока связано с радиоактивным изотопом Висмо-212... При попадании в организм антитела связываются с поверхностью мышечной ткани... Затем зараженную ткань убивает альфа-излучение... Процесс повторяется до тех пор пока реципиент не достигает полного истощения и не умрет... Господи Иисусе... Я слышал, что этот Рок сбрасывали... Сбрасывали пару раз в пограничных боях 41-го... Увидев вблизи, что он делает с людьми... ОПКС наложил на него односторонний запрет... Если это не доказывает тебе, насколько он опасен... То я даже не знаю... Хорошо... Но я не решаюсь спросить... Но зачем эта дребедень могла понадобиться дракону? И она не для чего хорошего... Это и без слов ясно... Такое развитие событий беспокоит меня, изверьте... Сильно беспокоит... Я пытаюсь представить всю картину происходящего... Мне нравится мне все это... Ну, по-моему, это ничего не меняет... Я хочу сказать... Это, конечно, повышает ставки... В случае, если Огнекрыллу удастся осуществить свой план... Каким бы он ни был... Но мы собираемся остановить ее до того, как она его осуществит... Таков был наш план... Насколько я могу судить, он таким и остается... Соглашусь с Дитрихом... Мы должны сосредоточиться на насущных проблемах... Как бы... Не были велики планы дракона... Она охотится на нас, это факт... Мы не должны распылять наше внимание на что-либо другое... Да, я... Согласен... Время идет, мы должны двигаться дальше... Это означает, что мы должны продолжать собирать плату для Алисы... Вставляя этот вопрос на ваше попечение, изверьте... Когда необходимая сумма будет собрана... А вы будете готовы отправиться в кроличную... Кроличью нору... Дайте знать... После этого мы обсудим наши дальнейшие действия... Хорошо... Если понадоблюсь, я пойду готовиться к следующему бегу... Сразу за тобой, родная... Дитрих мельком оглядывается на Глори... Если это и произвело на нее впечатление, она этого не показывает... Давай уже, Глори, пойдем... Что-то как-то пролагало так... Третий дивиди... Я не помню... Я... Сегодня думал об Эдрине... Не о таком, каким он был... Когда пропал знаменитый охотник на драконов... Или исполнительный директор обороны Диля... Я думал о временах, когда мы были детьми... Разумеется, тогда я поступал гораздо менее зрело... Он на 15 лет старше меня... Он был мне скорее как отец, а не как брат... Поэтому я вспомнил, как мы были на каникулах... Родители взяли на нас... Взяли нас на остров Пель, чтобы отдохнуть на пляже... Наверное, мне тогда было лет 5... И Эдрину 20... Это был его последний отдых с семьей... Спустя год он начал свой блистательный подъем к славе и удаче... Но тогда он был моим братом... Когда я выпал из маленького катамарана, арендованного нашими родителями... Я начал тонуть в Балтийском море... Именно он нырнул, чтобы меня спасти... В тот день ты спас мою жизнь, Эдриан... Я всегда буду тебя за это любить... И я найду тебя, за мной должок... Нашел старую статью про Эдриана, датированную в 2036 году... Годом... И он опечатали в журнале под названием... Финанс Вивен... Одном из журналов, специально печатаемых для ностальгирующей толпы... Там не было ничего интересного для меня... Но приятно знать, что кто-то еще помнит о его существовании... В результате утечки мозгов... Просмотрели газету... Вот и все... Это все, что они могут сказать про Эдриана... Спустя почти два года после исчезновения... Моего брата, если что... Так, по-руже ждем трек... Доктор Воклер... Я должен... Взять на себя эту печальную задачу... И с огорчением сообщить вам о том, что... Согласно единогласному... Одобренному решению Совета... Правление... Ваше положение... Как исполнительный директор... Оборонный директор... Относится к вашему душевному состоянию... Вероятно виной... Этому послужил... Невероятная... Травма получена в погоне за дракона... Фальшвинг... Но ваше продолжающееся... Увлеченность драконом... Мертвым драконам... Позволили... Оказал негативный эффект... На эту компанию... Прилавить... К неоправданным растратам ресурсов... Компании... Свет желает... Он улучшил... Бла-бла-бла... 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 Вернер... Хардинг... Четвертый диск... Я нашел его... Интервью... Понадобилось время... Чтобы его найти... Но вот он... Мой брат... В самом расцвете... 22 августа... 2012 года... Спасибо, что присоединились к нам... Мы ведем прямой репортаж из руин Сангерхаузен... Пятого города на горах Гарц... Пострадавшего от действий дракона Файершвинг... Рядом со мной стоит глава обороны Диля... Доктор Эдриан Воклер... Доктор Воклер прославился за попытки избавиться от Файершвинга... И покончить с ее царствием террора... Доктор Воклер... Расскажите, как вы пытались покончить с драконом? Убить монстра довольно непросто... Это уж точно... Его скорость и маневренность в воздухе неповторимы... Чешуя отражает огонь мелкого калибра... А дыхание способно расплавить сталь... Наши Нии работали не покладая рук... Чтобы разработать оружие... Способное покончить с этим... Чудовищем... В то же время мы обеспечиваем материалами... Люфтваффе... Чтобы пытаться сбить ее обычными средствами... Герр Воклер... Почему вы направляете энергию обороны Дили на убийство Файершвинг? В этом замешаны интересы корпорации? Интересы корпорации? Нет... Это просто... Человеческий интерес... Невинные жертвы погибают с чудовищной скоростью... Я считаю, что он должен помочь покончить с резней... Поэтому это мой долг... Все просто... Доктор Воклер... Вы должны понять мой скептицизм... Наши зрители не ждут от вас рекламы... Они смотрят на нас ради про... Боюсь, у меня нет времени повторять это снова и снова... Ваши зрители могут думать, что хотят... Я хочу просто помочь людям... Пострадавшим в этой трагедии... В этом случае, доктор Воклер... Я хочу поблагодарить вас за уделенное нам время... С огромным удовольствием... Всем зрителям оставайтесь дома и смотрите в небе... Спасение грядет... Я обещаю... Повторяю, это был доктор Эдриан Воклер... Глава обороны Диле... Доктор Воклер... Главный автор... Текущего... Плана... По уничтожению драконов Эршвинг... Оставайтесь с нами, чтобы узнать... Последние шокирующие новости о битве в горах Гардс... Мы скоро вернемся... Твою мать... Я только что наткнулся на старые рабочие записи Эдриана... Не скажу, как мне удалось их найти... Кое-кто может пострадать, если это увидят не те люди... Но я сравнил их со старыми образцами почерка Эдриана... И они подлинные... Твою мать... Вот это открытие... Хорошо... Ладно... Успокойся... Соберись с мыслями... Дыши... Он некоторое время приходит к тебе... Хорошо... Эти записи... Они почти подтверждают то, что я всегда подозревал... Люфтваффи не сбили фаершвинг... В смысле... Они пытались... Они обстреливали ее тысячами патронами и швыряли в нее ракетами месяцами... И атаковали кучу вертолетов и истребителей... Но ничему из этого не удалось сбить ее... Падение дракона было вызвано экспериментальной боеголовкой... Которую создали Эдриан и оборона Диля... Я не понимаю суть ее работы... Ни капельки... Но судя по тому, что я могу связать вместе... Они создали подобие химического и радиационного реагента, влияющего на метаген... Не думаю, что они полностью понимали, что делают... Все-таки это был 2012-й... Конечно, это сработало, но я не уверен, что они поняли почему... Неважно, когда боеголовка, заполненная этой смесью... Вступает в контакт с существом с двойственной натурой... Вроде дракона... Она вгоняет клин между физической и астральной формами существа... Тело впадает в подобие гибернации, а духу приходится покинуть тело... Также кажется, что этот процесс может поддерживать это состояние разделения бесконечно... И это довольно страшная мысль... Лишенное души тело должно умереть через несколько часов... Я слышал страшилки про магов-призраков, застрявших в астральном пространстве, потеряв связь со своим телом... Я слышал, что они сходят с ума от боли... Если все это правда, но вполне возможно, что Фаершмик была заточена в ней тело более 40 лет... Вот почему Эдриан так волновался о Фаершмик после падения дракона... Он точно знал, что она еще жива, хоть и только технически... Ее тело упало в Сокс, конечно, но она не умерла... Разумеется, правительство не позволило бы Эдриану рассказать об этом людям... Это бы помешало лжи, которые они нас кормили... Что огнекрылая мертва, что все в безопасности... И что им пора перестать прятаться в подвалах и возвращаться к работе... Но в тайне он всегда говорил, что она все еще там... Где-то в глубине Сокс... Я всегда думал, что он бредит... Но ошибался... Он знал... Итак, что все это значит? Это значит, что история духа крысы внезапно стали намного правдоподобнее... Это значит, что Фаершмик точно жива... И исчезновение Эдриана, несомненно, связано с ее выживанием... Это также значит, что Германия по уши дерьме... Потому что если Фаершмик все еще жива... Ее появление на публике лишь вопрос времени... Хорошо... На сегодня этого хватит... Пойду напьюсь... Слушай, Эдриан... Я тебя понимаю... Бог мне судья... Но ты должен перестать думать об этом драконе... Люди начинают распускать слухи... О... Так они распускают слухи... Какая жалость... Черт побери, Эдриан... Это серьезно... Ты публичная персона... Ты можешь потереть... Все... Если не прекратишь разносить эти нелепые сказочки... Герми... Мои теории не как ты их называешь... Сказочки... Дракона существует... Я спас от одного из них Германии... Ты уже забыл? Нет... Конечно нет... Все знают, что ты убил Огнекрылого... Остановил... Не убил... Ладно... Остановил... Не важно... Расхватает бутылку с его стола... Опустошает и бросает на пол... Называй это как хочешь... Но Эдриан... Лишь тебя одного по-прежнему волнует... Эти проклятые твари... Их не так уж много... И они не захватывают мир... Именно так кричит роковой больной... Не знающий что его убивает... Я в порядке... Не волнуюсь... Я выкурю еще одну сигарету... Что в этом плохого? Он не понимает что происходит... Но все равно умирает... Ну что за сантимент... Слушай Эдриан... Запомни мои слова Герми... Не пройдет и пяти лет... Как корпорации... Даже страны... Падут перед этими существами... И хуже всего... Что всем будет наплевать... Да... Народ будет выражать неодобрение... Возможно будет парочка протестов... А как я сказал... Фу... Извини меня... Раковый что ли? Я извиняюсь если я так сказал... Раковый там... Или роковый... Раковый... Да... Раковый... Я могу просто очень быстро зачитываться... И ударение иногда у меня... Расскальзывает... И я не поправляюсь... Бессмертные всемогущие... Совершенно безжалостные рептилии... Будут накапливать все больше и больше власть... Богатство и территорий... В школе... Да... Именно... Раковый... Странно... Что тебе не нравится в моем чтении? Я просто... Ужасно устаю... Я поэтому очень быстро начинаю читать... И... Из-за этого... Иногда... Не так... Заставлю ударение... Ха-ха-ха... Ну... Слово рак... Да... Так... Не... Пожалуй, через... Я даже на следующую миссию, наверное, не пойду... Эх... Так... Бессмертные всемогущие... Совершенно безжалостные рептилии будут накапливать все больше и больше власть... Богатство и территорий... А мы, глупые, недальновидные и смертные, никогда не сможем вернуть их назад... Да ладно, Эдр... Конечно, мы можем решить... Решить эту проблему... Но мы, как особи, не желаем инвестировать свою энергию в проблемы, не беспокоящие нас в данный момент... Как с переменной климата... Климата, так и с драконами... Я смирился с этим... Но ты не можешь меня просить перестать думать об этом... Ты безнадежен, Эдриан... Ладно, тогда продолжай думать... Просто держи свои теории заговора при себе... Я говорю это тебе ради твоего же блага... Да, Герми... Ты прав, конечно... Я не должен был ставить под угрозу доверие массы... Я беспокоюсь не только о мнении общества... Разговоры это одно... Но иногда... Иногда я беспокоюсь, что ты действительно собираешься вернуться в секс... Герми, я... Моляю брат, просто забудь об этом... Хватит преследовать огнекрылую и вспомни о настоящей жизни... Если ты не сделаешь это ради себя, то ради Бога... Сделай это ради меня... Хорошо, Герми... Я попытаюсь... Джолли Грин Винтерс... Ищет же... Вес ВП... Спортивный... 25-30 лет... Я веселый парень, умеющий слушать тебя... Люблю путешествовать, тусоваться... И домашних животных... Я еще милую, веселую, жизненно радостную девушку, любящую... Веселиться... Я не отвечаю на профили без фотографий... Никаких орков и троллей... Простите, дама... Если это такая фотография была на... Профиле сайта знакомств, то... Это как-то очень странно... Историкал рекорд... Посмотрите записи... Watch all the Descripted DVDs... Отлично... Чивочка... Ой... Давайте я лучше сейчас даже... Наверное... Закончу... Но я боюсь, что это все... Все остальное... Можешь использовать в качестве подставки... Их уже не починить... Если посмотришь на стол возле DVD-плеера... То найдешь восстановленный диск... Если говорить на чистоту... Это ложь... Чтобы восстановить последний диск... Мне пришлось попросить помощи... Шройте суровый мужик... Меня не радуют его манеры... А его мерзкая гигиена мне отвратительна... Но он хорошо управляется с раритетами подобными этому... Это все его рук дело... Про Миллер... Если вы читаете это сообщение... То я сбежал из страны... И стало недоступно... Не волнуйтесь... Вы получите свои деньги... Я подготовил все необходимое... В любом случае из Вирту... Спасибо за вашу помощь... Пожалуйста, не пытайтесь снова выйти на связь... Поскольку мир и мои бывшие хозяевы считают... Что я погребена под тоннами обломков... Пусть так все и остается... Прощайте... Ивана Джименес... Она же фрау Миллер... Стоп... А фунт Алисы... Я в принципе могу уже идти... Оплачивать Алису... Зачистка фарма мне не очень нравится... Но... Возможно мне придется это сделать... Ладно, у меня совсем осип голос... Я не знаю, что делать... Это, кстати, запись где-то... Ну... Сейчас, наверное... Да, выполняй оставшиеся квесты... Да... Это я обязательно сделаю... Я не пойду так... Деньги же и карма... Да-да... Кстати, у меня 16 тут... Тысяч... Потому что все остальное меня устраивает... Только... Надо бы повысить тело... Тело у меня очень... Не очень... Ладно, я пожалуй... Не... Все... Голос что-то моментально у меня устал... Я просто не могу уже... Делать... Хэ-хэ... У меня забилось горло... Ммм... Так... Давайте я подумаю сейчас... Так... Сейчас поменяю здесь... Чтоб не весело... А-а-а... Так... Если кто-то стримит... Так скажем... В или менее... Интересное для меня... То я скорее всего... Пойду и смотреть... Его... Если нет... То... Я... Я... Переключусь... На... На стратегию тоже не хочется... Почему-то... Не... Ну вообще... Давайте я кое-что сделаю... Эм... Эм... Сейчас... Попробуем... Так... Не заканчивать... Я поставлю чайник... Может быть чай у меня... Все поправит... Вот... Эм... Ну я попутно... Блин... Я даже не знаю чем заняться попутно... В том то и дело... Просто... Заканчивать... Не очень хочется... Го пульсар тестить... Что там в пульсаре... Какой еще пульсар... Это не там где мы... Летали и... Состыковывались с планетами... Ну ладно... Короче... Лучше я закончу... Чтобы... Не мучиться... В конце концов... Сегодня я простримил... Семь с половиной часов... Это почти полный рабочий день... Так что... Всем спасибо... Кто смотрел... Всем спасибо... Кто посмотрит запись... Новых я... Товарищи... О... Скотта Поринг... Я не помню ты подписан на меня или нет... Если ты все еще здесь... Ну... В итоге... Кто если тут... Сошел из новеньких... Эээ... Просто... Берите... И подписывайтесь... На твич... И вк... Можете еще на твиттер... Но в твиттер я сбрасываю слишком много спама... Своего личного и не личного... Эх... Ладно... Эээ... Эээ... Завтра... Стрим... Фиг его знает... Будет... Не будет... Посмотрим... Может быть я даже сейчас... Посмотрим как получится... Продолжу стримить... Эээ... Героев уничтоженных империй... Ну просто отдохнет голос немножечко... И... Может вернусь... Может посмотрим как сейчас тут... С пульсаром будет... Эх... Так... Ладно все... Всем пока...